6, 5, 6, 7 Степ! Каленке! Стоп! Стоп! Марго? Да. Мы танцуем степ, а вы? И я. Степ нужно отбивать легко и непринужденно. Вот так. И ловите этого кайфа. Понимаете? А топают... Слоны и носороги. Марго. А потом форма. Что это за форма? Откуда она? Как бабушка на завалинке с семечками. Что вы сказали? А что я сказал? Да, повторите, что вы сейчас сказали? Бабушка на завалинке? Ну, слушайте, не придирайтесь к словам. Это я бабушка на завалинке? Бабушка на завалинке с семечками. Продолжаем. И попробуйте только мне сбиться. 5, 6, 5, 6, 7 и... Бабушка на завалинке с семечками. 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 Бабушка на завалинке. Семечками. Семечками. По рецептам наших бабушек... Стасик. Мы просто договорились встретиться, когда я допишу диссертацию. Это тебе. Ты дописал? В общем, да. Совсем немного осталось. Понимаешь, мысли о нашей встрече мешают мне сосредоточиться. Стасик, договор дороже всего. Прости, меня ждут. Паренька у меня. Да. По рецептам наших бабушек... Так. Обжарка. Обжарка семечек по рецептам наших бабушек. Ну да, обжарка семечек по рецептам наших бабушек. Ну да, обжарка семечек... Наталья. Отбойный молоток, а не музыка. Ширка. Угу. Угу. Тук-тук-тук, можно к вам? Васечка, девочка моя, без тебя здесь невыносимо скучно. Через 13 минут ты станешь начальницей отдела. И Марго будет у тебя в подчинении. Я хочу, чтобы ты ее уволил. М-м-м, Васечка, ну кто-то же должен работать. Ну вот именно кто-то. И этот кто-то не обязательно она. Может, ты на нее глаз положил? Что ты говоришь такое? Ну кто мне нужен, кроме тебя? Ну вот и докажи. Ну хорошо. Если через... Десять минут. Если через десять минут Федотова не положит мне на стол рекламную концепцию, я ее не могу. Обожаю. Борис. Борис, елки-метелки. Что, дура, что ли? Что тебе надо-то? Ну, у меня опять какая-то хрень в компьютере выскочила. Какая хрень? Почта, наверное. Слушай, Виолетка, ты бы пошла на компьютерный курс, а? Или хотя бы резинкой в меня перестала кидаться? Ты что, тебе жалко мне помочь? Да мне не жалко, но твои отношения уже просто достало. Мои отношения? Ну, конечно. Да ты вообще меня игнорируешь как женщину. Ты унижаешь меня как коллегу. А ты телефон. Вот за это я вас всех и не воспринимаю. Что ты сказала? Повтори, что ты сказал! Всех вас! Телефон, 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 телефон. Алло, блин. Алло, Виолетка, привет. Ты уже на работе? Ну, конечно, на работе. А ты где? Что, опять проспала? Нет, это не важно. Слушай, сейчас срочно попроси Бориса распечатать письмо, пришедшее тебе на почту, и занеси директору. Поняла? В приложении письма сногсшибательная идея рекламы продукта нашего нового клиента. Марго, я не успеваю. Уже без пятидесять. Белка, ну я тебя умоляю, пожалуйста. Ну, хорошо, если что, с тебя поляна. Все, я тебя целую, пока. Ну, и что ты сидишь? Оторвись от стула и распечатай тете письмо. Understand? Yes, of course. Срочно, шефу. Он занят. Он занят, а ты нет. Читай по буквам. Проект Маргариты Федотовой. Упустим заказ, ты будешь крайней. Так что папку в лапке и обе ноги там. Go, baby, go. Слиса Игоревна, это Маша, секретарь. Я подумала, вам будет интересно, что Виола принесла директору проект Маргариты Федотовой. Ой, а мне не влетит? Нет, ну, конечно, я помню, кто устроил меня на работу. А я не влетит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогая, как мне не больно, но я вынуждена тебя разочаровать. Это мой кабинет. И с сегодняшнего дня ты уволена. Уверена, что мое увольнение не обошлось без твоей помощи. Я отомщу. Если тебя интересует, почему клиент не оценил твои таланты, вперед, к шефу. Только запомни, я это так не оставлю. Ах, да. С обязанностями секретарши ты справляешься отлично. К шефу нельзя. Важное совещание. Все, я больше не могу. Приема не будет. Важное совещание. Меня уволили! Нет, я деревянникова просто в щепки разнесу. Как он мог со мной так уступить? Марго, спокойно. Мы сейчас все выясним. Он, наверное, сошел с ума. Я думаю, что это Василискины интрижки. Ну за что? Ребят, нет, ну правда, ну скажите, ну в чем я провинилась? А я слышал, что ты не справилась с последним заказом. Это неправда. Вы сами мне помогали. Возможно. Как это возможно? Ты что, еще сомневаешься? Я говорю, возможно, потому что я действительно распечатал твой проект, но я же не читал содержание. Нет, 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 ребят, меня так просто не выкинешь. Я еще вернусь. Ну нельзя же ненавидеть всех женщин. Слушай, у тебя мама была или тебя отпочковали? Слушай, пойди выпей что-нибудь от разжижения мозгов. Заколебало уже. Ну теперь нас Василиска точно сожрет. А! Ой! Ой! Ну все, сейчас ты меня сам запоешь. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Хотела ли я? Конечно. Во-первых, я хотела бы узнать, откуда вы взялись на мою голову. А во-вторых, извольте заткнуть свою музыку. В-третьих, это вы взялись на мою голову. В-четвертых, это не моя музыка. А музыка группы «Таймкод» не слышали? А в-пятых, по закону еще шуметь разрешается. А ночью, если вас интересует меня, тихо. Да какое мне дело, что у вас ночью? Я столько лет горбатилась и копила на эту тихую, уютную мансарду. Я вас понимаю, но годик еще придется меня потерпеть. Год? Да я с ума сойду от вашей попсы, ясно? В вашем возрасте пора бы уже отличать попсу от рока. В моем возрасте? Знаете что? Не смейте меня оскорблять! И, наконец, заткните свою музыку, меломан несчастный! Да вы просто невростиничка. Значит так, если вы сейчас же не умете себя и вашу шарманку... То что? То я, я... Я упаду в оборок. Прямо здесь, на вашем пороге. Ясно? Все? Не вздумайте больше шуметь. Иначе я вернусь, упаду и буду валяться под вашей дверью. Вася, Вася, девочка моя! Ах, Водик, ну и что с тобой такое? Почему ты такой печальный? Кто тебя обидел? Вася, Вася, ты одна у меня осталась. Ну, конечно, мой сладенький. Зая, а меня сегодня уволили. Ух ты, с этого места поподробнее. Понимаешь, Зая, контора понесла убытки. Это рекламный бизнес, это такая конкуренция. Он меня выпер и назначил эту выскочку. Ого! Вась, ты куда? Я думал, ты утешишь меня в горе. Котик, мне очень жаль тебя, но я вспомнила про одну очень важную встречу. Что, Вася? Что может быть важнее моего горя, Вася? Котик, Котик! Важнее может быть только мое счастье. Вася! Вася, вернись, пожалей! Редактор субтитров А.Семкин Шеф, у себя? Нового еще нет, а старый занят. Хотя уже не важно. Валерий Валерьевич, зачем вы так поступаете? Да вот, Меркурия забыл, зашел забрать. Я требую справедливости. А я уже не требую. Я не понимаю, почему вы меня уволили? А меня почему? Да что здесь происходит? Это вопрос не ко мне. Задашь его новому боссу. Как? Я уже здесь тоже не работаю. И вас тоже? Уважаемая Маргарита, а что вы здесь делаете? Вас уволили еще вчера. Берите пример с Валерия Валерьевича. Не волнуйтесь. Я просто соберу личные вещи и уйду. Была ты Васей, Васей ты и останешься. Творог. Не давай за рук не есть творог. Нет, двойное отрицание. Выходя за порог, не забудь поесть творог. Точно? Здорово. Творог. Вы в курсе? Чего? Деревянникова уволили. Не может быть. О май гад. Он же тебе не нравился. Ну так, в целом, конечно, не нравился. Послушайте, а вы никого нового в офисе не замечали? А что, уже появился? Виолетта, вот что, Виолетта, покарауль нового шефа, как только он появится, сразу мне звони. Не вопрос, на связи. Творог, 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 творог. Давай, садись. Садись, садись. Законишь. Меня перевернут. Везде бандиты. Напрыгался, гад. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Что случилось? Вы живы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Руки вверх! Живы! А вы думали, меня прибили, и можно грабить, да? Я просто услышала крик и выстрел, думала вас того. Хорошо придумала. А с какой-то стати меня должны того. Да откуда я знаю? Это ваши дела бандитские. И вообще, что вы ко мне прицепились? Я, между прочим, за вас волновалась, а вы хам! Да сколько ж можно меня грубить? Сейчас возьму, сдам вас в милицию. Пожалуйста. Номер уже набран. Ладно, у меня свой телефончик найдется. Так, в стороночку давайте. В стороночку. Так, а что это такое? Что это... Так, сбегал в магазин. Придется за слесарем идти. В вашу квартиру вы идите. Да, а ваш ключ? А, ну хорошо, давайте пойдем вместе. Да, придет домушник и сделает то, что мы не могли сделать. Конечно! Вокруг вашей квартиры домушников вот просто вот пруд пруди. Хорошо, я позвоню слесарю на телефон. Давайте. Ладно, позвоните со своего. А нет. Вы сначала извинитесь, как следует. Ну, знаете. Ух ты! Вином полы моете. А документики с прописочкой имеются? Понимаете, дело в том, что я снимаю эту квартиру, и у меня внутри есть паспорт и договор об аренде, но внутри. А, так дело не пойдет. Откуда я знаю, что вы не воры? Нет, ну... Я имею право вскрывать квартиру только в присутствии хозяев с паспортом. Или милиции. Так, а нам не нужно вскрывать квартиру. Нам нужно просто достать мой ключ из его двери. И вот и все. А-а-а... А вы кто, гражданочка? Я? Я соседка сверху. Этажами ошиблись. Так, ладно, кажется, я захватил нужные документы. Прошите. Документы. А-а-а... Что-то. Бывает, бывает. А-а-а, это че? Все, возьмите. И советую подцепить брелки. В палатке напротив такие симпатичные сердечки продаются. Зайдете? Зачем? Ну, вы так туда рвались. Нет, спасибо. Я не людоед. Не уверена. Здравствуйте. Как ваше здоровье? О, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, опаздываю. Опаздываю. Просто горю. Извините. О, какой ужас. Сколько крови. Моя-яяя. Не надо же... Ой, сейчас вы в Таиланд. А то загар слезает. Может, рванем, а? Впервые в жизни с тобой согласна. Что бы это значило? Доброе утро. Доброе. Не рановато для перекура? А вы, собственно, кому, мужчина? А мы ждем нового шефа. Да, Борис? Ну, что ж, я вас поздравляю. Дождались. Предоставьте мне, пожалуйста, до конца дня отчеты за прошедший квартал. О, май гад. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Родная, что у тебя с телефоном? Звоню как в рейсу. Пришлось приехать. Да я вчера из одного придурка мобилку в шампансе хранила. Вот и глючит теперь. А, не слабо ты развлекаешься, подруга. Можете мне стать безработной. А кто у нас придурок? Сосед снизу. Симпотный. Дай что-нибудь попить. Вава на всю голову. Воду без газа будешь? Нет, лучше кофе. А наш новый шеф это что-то. Производит впечатление очень порядочного и страстного мужчины. Виолетка, ты вроде взрослая девочка, все еще веришь в порядочность мужиков? Абсолютно уверена. Если новому шефу толково объяснить, что деревянникам уволил тебя ради спасения истинно виновенца Василиски, он вернет тебя на работу. Кофе есть в этом доме, а? Так. И что мне теперь делать? Так, сначала свари мне кофе, желательно по-турецки. Соваться в офис совершенно бесполезно. Новый шеф уже уехал по делам. А когда он вернется, я тебе позвоню. Так что суши мобилу. А как он внешне? Василиска сама не своя. Из юбки выпрыгивает. Ну, Василиска это не показатель. А мне ты можешь верить? Ой, обидно, что такой лакомый кусочек. Обломится арригаторша. Ты угостишь меня кофе? Ну вот что. На этот раз Василиске ничего не обломится. Я сама им займусь. Я не я буду, если не смогу его заполучить. А кофе закончился. О, а что это мы сегодня пешком? А просто не хочется как-то вас лишне распугать? Да, но вы знаете, я сегодня буду поздно. Так что можете немножечко в мое отсутствие пошалить. Хам. Хорошего дня. Приготовь еще одну чашу. Шеф просил докладывать. Не отвлекайся. Я сама доложу. Здравствуйте. Добрый день. Я уже приступила к своим обязанностям. Замечательно. Вам нравится? Да, я давно мечтала об этом. Вы извините, я просто спешу. У меня встреча. А вы не могли бы уделить мне пять минут? Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А кофе не откажитесь? Кофе? Выпью с удовольствием. Маша, еще чашечку, пожалуйста. Спасибо, Маша. Да, спасибо. Так, значит, вы считаете, что у меня есть потенциал? Безусловно. Правда? Вам нравится? Только приколите булавочку. Что-что? Ну, чтобы потенциал не сглазили. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три. Ча-ча-ча, два, три. Ча-ча-ча, два, три. Ча-ча-ча, два, три. Талантливее прошу. Ча-ча-ча, два, три. Стоп! Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Здрасте. Девушки, вы опять пришли без партнеров. У нас бальные танцы. Мы здесь, пардон, нига-пока танцуем. Что такое бальный танец? Бальный танец – это романтика. Страсть, любовь, я бы сказал, секс, а не клуб девушек-одиночек. А почему девушек-одиночек? По качину. В следующий раз придешь с партнером. Окей? Да. Продолжай, пять, шесть, семь. Отını раз. Два, три. Ча-ча-ча, 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 два, три. Оттрылись. Творот. Три. Ага. Ча-ча, ворот. Пап-па-па. Молодцы. Извините, пожалуйста, это мой Я просто недавно мелодию поменяла Простите Продолжаем Стасик Марго, ну прости, прости Прости меня, пожалуйста, за то, что я тебя беспокою Я совсем выдохся Первый раз за время нашего знакомства ты позвонил, кстати Эта диссертация высосала все мои соки Ладно, сделай перерыв И приезжай в школу танцев танго Куда? Да я тебе адрес, я с СМС-кой сброшу А зачем в школу танцев? Чтобы пиво попить, ну Да нет, нет, я понял Я просто не умею танцевать Все, я тебя жду, давай, пока Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас Давай, ну куда я не стал? Сейчас Сейчас Болит? Ну прости меня, пожалуйста Ну я же тебе говорил, что я не умею танцевать Может вызовем скорую? Тихо Что? Что, что? Слышишь, стучат А? А что? Что это за наглецы живут под тобой? А ты давай Сходи и разберись с ним, как мужчина Ты думаешь, нужно? Нужно Нет Давай лучше Давай лучше подождем Пока им надоест Нет, Стасик, им не надоест Иди и напугай их как следует Ну как? Ну, я не знаю Ну порази их интеллектом Они сразу же сдуются Да? Да Хорошо Хорошо, я пойду Я пойду и Объясню Нормы Общежития Ой Ой Добрый вечер Простите, пожалуйста Но не могли бы вы вести себя немножко тише В этом старинном красивом доме Наверняка перекрытия деревянные И посему звукоизоляция оставляет желать лучшего Простите, а что конкретного мешает? Ваш штук в пол Простите, в потолок Видите ли, у меня ремонт Я вбивал крюк, чтобы вешать Люстру Вот, может зайдете, поможете Быстрее штук пройдет Нет, нет, что вы, что вы Я понимаю, ремонт Занимайтесь, занимайтесь А вы от моей соседки сверху? Да Да, я ее друг Передайте ей, пожалуйста Пусть она придумает что-нибудь новенькое Чтобы меня доставать Стасик Дорогой, где ты, солнце мое? Ужин стынет Иду, иду Она хорошая Вы просто ее плохо знаете У нас большие планы на вечер Не задерживайся, шалунишка Бегу Шалунишка Стасик Иди домой, а Уже совсем стемнело А как же ужин? Вот Спасибо А ты не расстраивайся из-за ерунды Зато у тебя самая светлая голова Спасибо за комплимент Ну слушай, а может я все-таки останусь? Нет Ну да, ты знаешь, мне и правда Надо Диссу дописывать Спасибо за ужин Давай, давай, давай Ну звони Пока Пока Кукла безжалостная Алло Марго Бигбой на месте Кто? Господи, на каком месте? Соображай скорее Новый босс появился в офисе Ага Ой, елки, все в такую рань-то, а Ты что, перебрала вчера? Да я не пью, ты же знаешь Ну это, все, я Ага, выезжаю Ес Она что там, напилась вчера? А тебе какое дело? Так, просто спросил Шпион Ты на себя посмотри Черт Вот как Садова-Кудринская Договоримся А это мне мой подарил Какая красивая штучка А что за фирма? Наша Добрый день О, привет Привет Шефа нет на месте Да А он в терем пошел обедать Спасибо Ты чего язык распускаешь? Ой, прости Здравствуйте, Маргарита Привет Так Это уже становится дурной привычкой Вот именно, вам должно быть стыдно Вы что, следите за мной? Не слишком ли много чести? А что вы тогда здесь делаете? Зашла по делам А, понимаю Между прочим, у нас сейчас, как у деловых людей, обед Пользуясь случаем, я могу пригласить вас состоять в моей компании Ну, только при одном условии Место выбираю я Ради бога Хорошо Тут неподалеку есть неплохой ресторан Терем Туда? Я туда как раз собирался Хорошо Будьте добры, у вас есть Шато-де-Конте Урожай 2002 года Да Ну, так как же вас все-таки зовут? Маргарита Очень приятно Константин Я говорю, Константин Наконец-то познакомились Да, но вы как-то не торопились со знакомством Ну, я должен признать, что вы вели себя, ну, так, неадекватно Просто у меня настроение было хуже некуда, извините А в чем же дело? Отчего же? Меня нагло выгнали с работы, а теперь я ищу справедливости Ну, ничего, уверен, что вы ее найдете, потому что вы упорная Скорее упрямая Мама все время ворчит, что я своим характером вляпаюсь в какую-нибудь историю Должен признаться, с вами не соскучишься А я неразвлекательный центр Извините, пожалуйста Маргарита А? Куда вы все время глазами шныряете? Ну, как-то со мной пришли Шныряю? Ну Вы что себе позволяете? Нет, ну, я что, не вижу? Вы же весь зал осмотрели А вам какое дело? Знаете, абсолютно никакого Ну, просто вас ни один приличный мужчина не выдержит Это вы приличный мужчина? Знаете, это не обед, а черт знает что такое Согласна Вы намеренно все это подстроили, да? Чтобы меня оскорбить? Да вы сами на меня в туалете напали В другой раз я не позволю вам заборочить мне голову вашим внезапным проявлением галантности Девушка Совратитель наивных дур Молодые люди Совратительница ботаников А ну, не стойте у меня на пути! Ради бога Что вы увязали за мной? Я иду на свое рабочее место, это вы меня преследуете Знаете что? Найдите смелость признаться себе, что вы мной заинтересовались Я вами? Я вами? Да Ну, допустим А вы мной? А я нет Ой, ой, ой Алло Ну и где ты была? Привет Я была в тереме, высматривала нашего нового шефа Все к лучшему Вернулся, чернее тучи Приходи завтра пораньше До обеда Ага Спасибо тебе большое А теперь ты куда? Сейчас я хочу пойти на танцы Танцы, это правильно Сидеть дома вредно для психики Особенно для одинокой, непьющей, уволенной девушки А? Ну, ты же знаешь, что я не одинока, у меня есть, Тасик Себя-то не обманывай Мужчины, хотите познакомиться с одинокой девушкой? А она красивая? Конечно Это я Нам не положено Понятно Поехали Так Вот что, вы обходите справа, а я слева Давайте вы слева и я слева Послушайте, сосед А вы только слушаете музыку или, может быть, еще и танцуете? А вам-то что? Ну, я же сходила с вами на обед Теперь и вы составьте мне компанию в одном интересном местечке Да не за что, заведете куда-нибудь Боитесь? После обеда особенно Не бойтесь, это не больно Да куда, подождите Ну, сейчас узнаете Идем Куда вы меня тащите? Скажите, куда вы меня тащите? Мне надоело быть одиночкой, поэтому вы будете моим партнером Что? Ну что, вас как бычка за веревочку тянуть надо Ну, вы же готовы мне помочь? Дома-то сказал Ну, вы же идете за мной Я иду просто из любопытства Хорошо, через пару кварталов ваше любопытство удовлетворится Ну, вы хотите, чтобы я полным дураком выглядел? Хорошо Стоп О-о-о Нашлась тебя партнера Нет-нет-нет Что-нибудь теперь меня будут подставлять, что на вас вы уже пришли, идите до конца Да-да-да-да Идем, идем Давайте нашим новичкам покажем пару пак из нашего танца-танго Прошу Алла Николаевна, диджей, включайте нашу пластиную Девочки, не забываем про юбочки Стоп Леся, больше страсти Стоп О-о-о! Друзья мои, давайте попробуем станцевать венский вальс. Прошу, стали по парам. Рано радуйтесь, это не легче. Эй! Считай! И! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неплохо. Еще нужно отрабатывать шаг. Балец! Балец! А где это вы так научились танцевать? Ну, так уж прямо. Мама водила в детстве в школу бальных танцев. Ну, я научился танцевать вальс и сбежал. В партнерша противная попалась. Вроде вас. Ну, ладно, я же не сослала. У меня просто характер такой. Да я все понимаю. Нет, вообще, ваши выпады, они забавные. Так, знаете, укус комара не будешь. Неужели? Конечно, все эти шипы, колючки, это же, ну, защитная реакция от неуверенности. Да. Да, я думаю, на самом деле вы хорошая, наивная, полная комплексов девушка. Так, знаете, ромашка. Не сияйте красотой. Может быть, хватит? Марго, Марго, не сияйте красотой, но притягивайте взгляд. Оно отдает дунжуан недоделанный. Вы неправильно поняли, Марго. Отдай, кому говорю, любитель пылевых цветочков. Я... Марго. Что за посредственная бредятина? Ты где, в рекламостиле работаешь или у нас? Держи марку. Ну, это же творог. Ну, и творог можно рекламировать красиво. Ну, как просили, я так и сделал. Ну, прояви фантазию. Ты хорошие деньги получаешь, непонятно за что. Ну, за то же, что и вы. А вот будешь дерзить, вылетишь. На твое место желающие найдутся. Та же Марго. И тебя это тоже касается. Началось. Стойте! Туда нельзя! Сколько раз вам повторять? Туда нельзя! Константин Сергеевич, вы знаете, я не виновата. Она сама. В чем дело? Как это называется? Что вы здесь делаете? Так вы и есть тот подлец, который не хочет меня принимать. В смысле? Поиграться решили? Я уже вторую неделю вас ловлю и термлю на смешке вашей секретарши. А вы мне по вечеру музыку играете? Почему вы мне сразу не сказали, кто вы? Послушайте, откуда же я знал, что вас уволили отсюда? Так, вы, пожалуйста, присядьте. Сейчас мы разберемся. Сейчас во всем разберемся. Можно подумать. И вообще, приказ о вашем увольнении был подписан до того, как я принял дела. И поверьте, я никогда бы не уволил человека, не узнав о нем все. Все? Да вы на все способны. Ну не на подлоше. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему меня выгнали? Мы это выясним. Я выясню. А вы, вы пока возвращайтесь на работу. А как я могу вернуться, когда на моем месте Василиса? Я придумаю как. А вы пока пишите заявление о приеме на работу. Кофе хотите? Можно. Со сливками? С корицей. Алло. Валерий Валерьевич. Добрый день. Это Константин. Я хотел бы с вами переговорить. Я сейчас подведу. А, вы в тереме? Хорошо, я сейчас подойду. Я буду минут через пять. Хорошо. Валерий Валерьевич. Добрый день, Валерий Валерьевич. Для кого добрый, а для кого не очень. Ну что? Как на новом месте? Справляетесь? Чего же не справляться-то? Конечно, конечно. Ну так, собственно, по какому делу? Я хотел поговорить с вами про Маргариту Федотову. Почему ее уволили? Покушать ему, принеси что-нибудь. У нас разговор будет длинный. Позвольте. Покушать и тренды. Дети. Покушать. Иисус. Утас. Что? Покушать. Оказ. Я не понимаю, что ему еще не могу. А с Василиской держи глаз в остро, гадина она. Вот это история. И что теперь? Обещал разобраться. Надо же, я никак не могу поверить, что это мой сосед. А ведь я его запиралась это, заплазнить. Да к тебе и картой в руки действуй. Если хочешь что-то сказать, говори. Одни междометия. Ладно, ребят, спасибо вам за компанию, но я побегу. Куда это так быстро засобиралась? А у меня могут быть личные дела. Вот именно. Как пить дать? Запала на нового босса. А ты что, ревнуешь, красавчик? Элит, какая ты все-таки грубая. Не нравлюсь? Вали к себе за стол творог воспевать. Валю. До свидания. Ой, я вас обыскалась. Я вас тоже. Я хотел кое-чем у вас спросить. Константин Сергеевич, как хорошо, что вы еще не уехали. А нам же по дороге подвезете? Разумеется, конечно. Значит, мы с вами потом переговорим. Прошу. Вы написали заявление о восстановлении в должности? Да, я оставила его сегодня на столе в кабинете. Прекрасно. Завтра утром я подпишу, и завтра же вы можете приступать к своим обязанностям. Спасибо. Ну, мышка-нарушка. Мы еще посмотрим, кто кого. Кстати, к нам скоро приезжает на гастроли группа тайм-код. Хотел познакомить вас с их творчеством. Вы уже пытались? А, ну да. Ну, просто как-то не хочется идти одному. Вот. Не составите компанию. А, все-все-все. Вам такая музыка не нравится? Нет, отчего же. Живой концерт – это совсем другие впечатления. Значит, я могу взять два билета? Ну, я сама могу за себя сплатить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Стасик. А, это тот молодой человек, которого вы присылали ко мне выяснять отношения? А, слушайте, вы только не выходите меня провожать, ладно? Ну, просто Стасик может обидится, он мой друг детства. Как быть подкаблучником. Для меня в самый раз. Привет. Ой, Маргуша, привет. А в чем ты приехала? Где эта машина? Маргуша, ты себе не представляешь, что в скором времени произойдет. Слушай меня внимательно. Итак, во-первых, мне осталось всего лишь распечатать список используемой литературы, заимствованных графических материалов, таблиц, расчетов и перечень измерительной техники. И все, Маргуша, все. Диссертация готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Здравствуйте. Шапан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вообще-то я имел в виду на работе. А чем здесь местные подходящие? Тем, что здесь мой дом, из которого я как раз собирался выходить. Так что я вас жду завтра с утра, но все в кабинете. А сейчас, извините, у меня время для личной жизни. А вы личную жизнь с рабочими не совмещаете? Извините, дед. Всего доброго. Опа! О, надо же, соль закончилась. Стасик, ты пока попей чай, а мне нужно срочно пополнить запасы соли. Ну вот. Ни соли, ни кавалера. Василиса Андреевна, вас Константин Сергеевич вызывает. Уже? Я морально не готова. Передай ему, что я ушла клиенту. И смотри, не выдай меня, окажешься на улице. И ты не можешь. Эх ты. Стареющий компьютерный Дон Жуан. Слушай, чем я тебе так насолил, а? Дай пожить спокойно. Да противно смотреть, как ты рычаешь по своему интернету, киперподонок. Слушай, какая ты все-таки дура, а? Вот вроде умная, а дура. Привет. Привет. А меня, по-моему, восстановили. Пес! Как это по-твоему? Вот видишь, справедливость восторжествовала. Еще бы свой кабинет отвоевать, и все будет в порядке. Я уверена, недолго осталось Василисский трон занимать. Найдется и на нее управа. А где Василиса Андреевна? На месте или снова у клиентов прячется? Да. Что да? Ну, я ее видела утром. Так пригласите ее, пожалуйста, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот все, как Вы просили. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Вы справлялись со своими обязанностями до моего появления? А какое это теперь имеет значение? Ведь именно благодаря мне реклама стиль лишилась всех клиентов. Они теперь наши. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Как Вам удалось получить должность Федотовой? Чью должность? А, Марго! Вы что, не знаете? Просветите. Но она сама меня попросила. Да неужели? Ну, Деревянник. Он же такой надоедливый. От него можно избавиться, только уйдя с работы. Вот как? И потом она же хотела выйти замуж за этого своего Стасика или Толика. Да? А он, конечно, лучше, чем Деревянников. Он спокойней. Это не мои слова. Ну и потом, в ее положении, на нервной работе опасно. В каком положении? В интересном. Ой! С Efendimizом. Подождите, Вы... Вы имеете в виду беременность? Ну, да, именно. Это точно? Ну, да, именно поэтому мне и пришлось занять ее место. Почему она об этом ничего не сказала? А, ну, чтобы не сглазили, как Вы говорите. Что Вам нехорошо? Ну, девчонки, вы опять без меня сплетничаете. А тебе что, тоже хочется? Ну, конечно. Слушайте, а вы про что? Про Костю? Ты глянь, он уже его Костей называет. Я так вообще. Марго, дорогая, как я рада тебя видеть. Молодец, что ты пришла и не сломалась. А знаешь, мы с Костей решили, что тебя незаслуженно выгнали, и надо как-то поддержать тебя. Как ты сказала? Мы с Костей? Это в каком смысле? В буквальном, дорогая. Мы утром пили кофе, и я сказала, что незаслуженно тебя выгнал деревянников, и надо тебе помочь. Ты врешь. Почему? Ты не веришь, что я так добра к тебе? Ну, и долго ты его уламывала. Да побыстрее, чем ты. Ах, ну если для тебя приспать с начальником, это предел мечтаний. А для тебя этот предел недоступен. Нечего сказать? Как я тебя понимаю? Да подавись ты своим ядом. Ну-ка, встали и работаем. Почему не защитил Марго перед Василиской? Ну, а тебе? Кто тебе рот на замке держал? Я не могу защищать, если ни в чем не уверена. А Марго клятвенная обещала отбить шефа у Василиски любым путем. Что, прям так и сказала? А почему мне нельзя сказать? Я храню секреты, как могила. Мавзолей. Но ты-то ничего не знал. Значит, должен был броситься на защиту Марго. Я, ничего, или гадоши, тоже мне мужик. Как издеваться не мужик, да? Как защищать мужик. Ты уже определись, Виола. Определилась. Это уже хуже. Простите, Константин Сергеевич. Ну, простите, что я рассказала вам про Марго. Но она моя подруга. Я так за нее переживаю. Да, спасибо, вы можете идти. Ну, может быть, это сквозняк. Ну, может быть, воды. Ну, или таблетку. Да, спасибо. У вас свободно. Свободно? Конечно, садитесь. Спасибо. Может, киллера наметь? Простите, вы что-то сказали? Нет, это я себе. Меня просто с работы выглядели. Ой, сочувствую. Да нет, потом снова приняли. Рада за вас. А теперь я сама ушла. Мне искренне жаль. А еще я влюбилась. Поздравляю. Но он меня предал. Как я вас понимаю? Значит, он у вас не стоил. Я отомщу. Им обоим. Знаете что? И сделайте это элегантно. Отпустите их. Пусть они милуются, хоть да и котки. А вы займитесь делом, чтобы он понял, кого потерял. Точно. Женская логика против мужской подлости. Спасибо. Молодость. Молодость. Давай, давай. Вот так нормально. Ага. О, он уже так? Да, нормально? Ребят, а агентство работает? Да, работает. Конечно, работает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Ну что ж, не скрою. Мне очень приятно, что вы пришли именно к нам. Вот только развейте подозрения. Почему такой талантливый работник агентства увольняется и приходит в конкурирующую фирму? Нет ли в этом какого-то злого умысла? С моей стороны сплошной злой умысел и расчет. Да? Но вашей фирме он пойдет только на пользу. Сейчас объясню. Как? Как так получилось, что наши конкуренты перебивают у нас заказы? Ну, это все Марго. Это подлая змея, которую вы пригрели на своей груди. Что? Ну, я в аллегорическом смысле. Вот вы что делаете, чтобы исправить положение? Я стараюсь, веду переговоры. Идеи новые нужны, понимаете? Да, мы работаем, не покладая рук. А почему тогда у вас не получается, у Федотовой даже лучше, чем надо? А, потому что она хитрая и изворотливая девица. Идите, работайте. Константин Сергеевич, пришел еще один отказ от нашего постоянного клиента. Спасибо. для хорошей новости. Привет. А, вот кто хотел убить мою собачку. Девушка, а почему это вы на бальные танцы не ходите? Да я с партнером же срукалась. Зря. Завидный молодой человек. Кстати, вы, если его увидите, передайте ему обязательно, чтобы приходила на репетиции. Мы дадим ему роскошную танцовщицу, еще и на соревнования отправим. Хорошо. А я на степ снова пойду. Это ваш выбор. Давай, удачи. Счастливо. Пока. Пока. Понятно. Никому и не нужна ромашка. Похоже, ты влюбился. И неудачно. Ну, на твоей должности надо уже уметь выруливать из таких ситуаций. Бери хотя бы пример с меня. Ну, взбодрись. Смотри, какая барышня. Сейчас я вас познакомлю. Девушка-красавица, скажите, пожалуйста, вы верите в большие-большие светлые-светлые чувства? В большие и светлые? Конечно, верю. Сейчас я вас познакомлю с большим и светлым пью. Пью. Хотите пью? Конечно. Хорошо. Присаживайся. Присаживайся. Сейчас все объясню. Закрой глаза, пожалуйста. Не подсматривай. Умоляю тебя, не подсматривай. Ладно. Так. Ну, можно открывать? Нет, подожди. А, да, хорошо. Открывай. Сегодня я закончил диссертацию. Понимаешь? Так. Завтра я ее сдаю, и мы сможем теперь все время быть вместе, как я и мечтал, с первого класса. Понимаешь? Вот. Фух. Я накопил много денег на белое платье для тебя. И на колечко тоже. Стасик, ты очень, очень хороший мой друг. Стань, я очень-очень люблю тебя как друга. Понимаешь? Почему? Почему? Я даже не знаю, как тебе это объяснить. КОНЕЦ Стасик, это ты? То есть вы? Что случилось? Он вас обидел? Нет, что Стасик, он и мухи не обидит. Вы меня простите, мне просто очень нужно быть одной. Вы понимаете, Маргарита, какое ответственное задание ложится на ваши плечи? Таких клиентов бывает раз, ну, может быть, два в жизни. И наша главная задача какая? Правильно, не упустить его. Конкурентов будет много, но серьезную угрозу представляет рекламное агентство, которое вы только что покинули. Скажите, а кто будет на конференции от их стороны? А, ну-ка, Василиса Кокарева. Тогда считайте, что договор у нас в кармане. Вы в этом так уверены? Абсолютно. Я знаю всех своих бывших сотрудников, кроме одного, их нового директора. Ну что ж, вот требования и условия этих маловаров. Ознакомьтесь поближе. И мы надеемся на вас. Не подкачайте, Марку. Вызывали? К маловарам поеду я. А я рада, что мы поедем вместе. Нет, нет, я поеду один. Интересно, почему? Там слишком серьезные соперники, вам это не по зубам. А по моим сведениям, кроме Федотова и там никого не будет? Интересно, как вы собирались с ней справиться. У меня есть свои методы воздействия. Когда мы приедем, я свое дело сделаю. Спасибо, я сам. Почему? Я хочу вам помочь. Нет, нет, благодарю. Идите, работайте. Сергей Александрович, можно я начну? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Присаживайтесь, пожалуйста. Как вы знаете, наша компания существует уже более четырех лет. Но мы не выходили, как говорится, на широкий спектр общения с потребителем. Для этого мы и собрали лучшие рекламные компании нашего города. Нам нужно приговорить. Вам придется заниматься видеороликами, уличной наружкой, то есть пикбордами. Приговорить нам нужно. Я понимаю, но по-другому за это можно сделать. Для этого мы пригласили самых лучших. Как говорится, продукт есть, вам остается его только разговаривать. Слушай, доставьте вы меня в покой, а! Молодые люди, я думаю, вам есть что сказать. Приказать? Уважаемые господа, разрешите представить вам проект Афродита. Как вы знаете, богиня красоты вышла из морской пены. Это случилось много тысячелетий назад. А сейчас Афродита рождается каждый день в каждой женщине благодаря вашему мылу. Обратите, пожалуйста, внимание на наш калаш. Вот это Майдадыр. А вот это страшный микроб, который угрожает малютке, маленькому ребенку. Но зоркий Майдадыр говорит, стоять, зараза! Каждая женщина мечтает почувствовать себя богиней. Каждая женщина чувствует себя защищенной рядом с Майдадыром. Благодаря вашему мылу! Благодаря противовоспалительному средству! Вы можете мне не мешать? И мы хотим помочь каждой потенциальной покупательнице почувствовать себя нежнее. И ввиду этого мы... Представьте, маленький щенок. Нет, маленький плюшевый медвежонок. И вот ваш любимый ребенок играет со своим маленьким плюшевым медвежонком. А злые бактерии, они угрожают ему. Так, пожалуйста, возьмите и выбросите медвежонка. А, вот! Вот так вот сделает каждая безжалостная женщина. А нормальная мама, она возьмет и постирает игрушку. А вы знаете что? Что ваш Майдадыр это анахронизм. Да, он не сложен. Но он связывает нас с воспоминаниями с нашим счастливым детством. Вместе с медведем. Да что вы прицепились к этому медведю, а? Я не прицепился. Нет, вы прицепились. И вообще вы все время меня перебиваете. Можете себя посмотреть, пожалуйста, на себя, в конце концов. Я думаю, вам есть что обсудить в коридоре. Калидор! Нет, пожалуйста, я... Пустите вы меня в конце концов! Я, честно говоря, даже не знаю, что это за рекламная кампания. Извините, а вы откуда? Агентство «Радуга». Из «Радуги» мне... Пожалуйста, конкретное предложение. Я постараюсь. Мне рекомендовали. Я с Лаульсом хочу представить проект «Блеск Улыбок». Нам нужно серьезно поговорить. Ах да, нашли время и место. Так, здесь становится слишком много. Нет, оттащите! Отпустите, я сказала! Что происходит? А! Романтическое местечко. В твоем стиле. Так. Это что за фокусы? А ну, выпусти меня отсюда! Действительно закрыто. Запертые двери нас преследуют. Эй! Тихо! Не надо, не надо, не надо! А если нас придут открывать? В хорошеньком положении мы окажемся. А я лично берегу свою репутацию. Я тоже не хочу оставаться один на один с подонком и предателем! Да, мне тоже не очень комфортно с наглой лицемеркой. Ты меня использовала. А кто пытался меня соблазнить? Ой, святая невинность, тебя соблазнить? Да я знаю про твоего ребенка на каком-то месяце. Что? Что? Зачем ты мне врала? Скажи мне, зачем ты мне врала? Ты что, хотела вернуть место заведующей? Ты вообще-то не понимаешь, что ты несешь меня? Да, да, я в курсе про отца, ребенка. Почему ты разошлась со Стасиком, кстати? Во-первых, со Стасиком. Во-вторых, не твое дело, хватит! Не мое, а чье! А я думал, что мое. Знаешь что? Не лезь ко мне в душу и вообще иди к своей Василисе-крысе! Ой, Василису только не надо мне приписывать. Да я сама все видела. Да потому что твои глаза видят только то, что ты хочешь видеть. Хорошо, тогда нам больше не о чем разговаривать. Все! Пш, идиот! Влюбился! Ну, женюсь с ребенком, ну, с ребенком. Вот хорошо, что Василиса мне все рассказала. Василиса? Это тебе все рассказала Василиса? Да, и спасибо ей огромное! Василиса? У вас не что-то было? С Василисой у меня? Подожди, она тебе сказала, что у нас что-то было? Я убью ее. Подожди, так она... Это Василиса все врала? Прости меня, пожалуйста. Прости, я просто идиот. Я очень... Тихо, тихо, пожалуйста. Слушай, пожалуйста, только ничего не говори, хорошо? Я очень боюсь. Хорошо. Хорошо, тогда я так скажу. Ты мне очень нравишься. Так можно? А ты? Ты самый умный, самый красивый, плюшевый медведь. Да, мне был в детстве один медведь, у него не было ухами. На ниточке раз болтался. Погожи. Зачем ты ушла в рекламный стиль? Ты меня хотела подразить. Ну, я же должна была тебе отомстить. Ух, еще как отомстил. Ты теперь вернешься к нам обратно? Что? Обратно к нам. Подожди. Ты... Что? Ты что, спасаешь свою задницу? Что? Значит, ты... Ты специально меня сюда стащил, да? Чтобы я не могла выступить. Ты что, Марго? Стоит, мне зубы заговаривает. А сам Василису туда отправил, да? Подожди, не начинай. Ты что, с ума сошла? Марго, ты что, о чем ты говоришь? Ах ты! Подожди! Марго, ты что? Марго! А я... Ты что, у вас нужно? Извините, мы им проиграли. Я здесь работала и работать буду. Ага, в приемной, секретарша. Я на вас суд подам, у меня связи есть. Значит, я даю вам время... Порочная. Соберите свои вещи, чтобы духу вашего здесь не было. Ну, тогда получайте. Значит так, Марго я подсидела, и все проекты, которыми ты так восхищался, у нее сперла. А деревянников нашел себе лучшее место, и через него я тебя прищучу. Поэтому бойся, милый мой, и дрожи. Не забудьте до конца, а, рабочего дня. Угу. Спасибо. О! Слушай, Виолетка, ты такая прикольная. Правда? Я тащусь от тебя. Ну-ка, подержи, пожалуйста. Вот. Угу. 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 КАИ. Субтитры сделал DimaTorzok Ты дома? Тут билеты на концерт. Мы же договаривались. Помнишь? Субтитры сделал DimaTorzok Маргон! Аллигатор шибила хвостом. Орала на весь офис. Но Костя все равно ее вышвырнул. Так что теперь твое место свободно. Вернешься? Что-то не хочется. Я из рекламы стиля тоже ушла. Что? Что за глупости, Марго? И чем займешься? Пока не знаю. Посижу, подумаю. Может, квартиру поменяю. Зачем? Район не нравится. Главная новость. Зачем я к тебе пришла? Вот. Ну, видишь? Вижу, купила новое кольцо. Прекрасно. Откры глаза. Это обручальное. Я, между прочим, обручилась. И знаешь, с кем? С Борисом! Вот такой классный оказался мужик. Вот кто бы мог подумать, а? Это точно, кто бы мог подумать. Лега как на помине. Все, девочка моя, пока уходила в перикмахерскую, я к тебе. А теперь бегу, потому что опять устроят разборки до самого вечера. А я обещала не драться. Марго, не киснем. Посмотри вокруг, сколько мужиков. И сходи на танцы, развейся. Вы опять пришли? Да, я пришла. Ну, ладно. Тогда становитесь во вторую линию. Учите порядок. Да. Хорошо. Молодчик, а у нас набор закончен. У меня билет. Вы не пошли на концерт? Ну, я подумал, они приедут еще раз. А как же заказ у маловаров? Наверное, этим лучше заняться рекламе и стиль. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА